Значит, котятки, вот и наступил тот самый день. Короче, я запускаю регистрацию на марафон «Твой лук с Миланой. А дел на дел». Ну, вы мне уже давно писали в личке и в комментах, и я решила, что этот день именно сегодня. Я хочу поделиться с вами своими инсайтами. Я просто безумно уже хочу. Мы закрыты, ну... Вечно кто-нибудь запорит трансляцию. Да я же... Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, в кино сегодня не идем? Мы собирались. Ну, ты же меня не пригласил. Шутка. Жаров, давай работать. У тебя это лучше получается. Милана Симбирская. Она же Милана отдел на отдел. Фэшн-блогер, дизайнер, модельер. Была убита ровно в 21.03. На момент смерти вела трансляцию. Но тебе будет интересно не это. На теле жертвы была обнаружена кукла. Ничего не припоминаешь? Кукла? Виталий, покажи, пожалуйста. Какого черта ты ее снял с дела? Спокойно, Шаров. Это я разрешила. Куклу уже отфотографировали. Все равно. Я сто раз повторял. Пока я не приехал, ничего не трогать. Дай поки. Как ты зануда. Приезжал бы тогда первым. Ты слушать будешь? Во рту у куклы обнаружили маленькую игрушечную лягушку. Да. Ногти он состриг. Так же, как и тогда. Слушай, ты сказала, в тот момент смерти она вела трансляцию. Где ее телефон? Ну, трансляцию ты можешь посмотреть с любого телефона на ее аккаунте. А ее собственный смартфон убийца, видимо, забрал с собой. За чем? Увижу убийцу. Обязательно спрошу его. В общем, телефон выключен. Отследить его невозможно. Но есть список последних вызовов. И вот тут самое интересное. Знаешь, кому она звонила накануне убийства? Кому? Вишне. Она звонила Юре Вишне. Нет! 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 КОНЕЦ Вишня? Юра? Юра? Что за черт? Вы что такое сделали, а? Расскажите, что вы сейчас видели? Ты пошел, ты пойдем. Юра, просто ответь на его вопрос. Ты мне обещал. Я видел, как убиваю ее. Кого ее? Вы прекрасно знаете. Важно, чтобы вы это произнесли. Я видел, как убиваю свою жену. Доволен? Присядьте, пожалуйста. Юра, пожалуйста. Сядьте. Давай, давай. Пожалуйста. Понимаете, ваша болезнь, а точнее посттравматический синдром, это и психика, и биология. Медикаментозная я могу далеко не все. Мне нужен помощник, союзник. И это вы. Вы вините себя в дебиле жены, но ведь вы прекрасно знаете, что убийца пойман и сел на 12 лет. И то, что вы ее не уберегли, это не ваша вина. Я хочу, чтобы вы осознали, приняли и сказали вслух, что это не ваша вина. Я хочу, чтобы вы сейчас произнесли. Это не моя вина. Юра! Извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Это нормальная реакция. Ничего. Вишня! Ну, кончай уже, правда. Такое ощущение, как будто, не знаю, я тебя почку заставила продать. Это всего лишь психотерапия. Ты просила, я попробовал. Я просила пройти тебя в курс, и ты его пройдешь, понятно? Да, и не надо на меня волком смотреть. Ты мне еще спасибо скажешь, Юра. Ну, правда. Эй, мы все победим, слышишь? Тебя даже за руль нельзя. Доверься мне. Все будет хорошо, слышишь? Юр. Сюда. Иди сюда. Первая жертва Светлана Дзятла убита в августе 2019 года ночью на пустыре, где гуляла с собакой. Точнее, с Йорком. Все-таки это не совсем собака. Йорка позже выловили в реке со свернутой шеей, но девушка была зарезана. На теле оставлена кукла. Тогда это была Золушка. Вторая жертва – жена нашего сотрудника бывшего. Дарья Вишня. Убита в октябре того же года. Почерк тот же, ногти сострижены. На теле оставлена кукла. На сей раз, правда, это была красная шапочка. Куклы изготовил мастер по фамилии… Капанин. Когда проще, вам показалось, что куклу у него купил Федор Леонидов. Парня мы взяли, влик был выше крыши, и он сел. Проблема в том, что вчерашнее убийство слишком похоже. Слушайте, а может быть, этот мастер кукольный? Новую куклу тоже он делал? Мастера мы проверяли, там все чисто. Хотя, надо бы с ним поговорить еще раз. Вот что, возьми-ка ты пора ребят, и наведайся к нему в мастерскую, а я отправлюсь к нему домой. Ты же понимаешь, что нам нужно поговорить с Юрой? Я поговорю. Я поговорю. Мастерской не появлялся. Несколько дней. Как минимум три. Дома тоже нет. Во всяком случае, он дверь не открывает и на телефон не отвечает. А ты в квартиру заходил? Аня, это проникновение со взлом. Ты кодекс читала? Нет. Зачем мне его читать? Если его наизусть знаешь ты. Ань! Черт! Бесит. Аня, ты можешь нормально разговаривать? Не могу. Потому что ты меня бесишь. Ань, когда я получу ордер на обыск квартиры, тогда я попаду внутрь. Но от меня ты что хочешь? Поздравлений? От тебя я хочу только одного. Чтоб ты объявила Копанина в розыск. Все. Есть. Объявить Копанина в розыск. Господи. Ну почему она такая? Ну все, пока. Обед на плите. Я буду где-то часикой через два. Мы поедем за подарком для Любомутровой, ладно? У нее воскресенье, день рождения. Вообще не представляю, что ей дарить. Она такая пижонка. А что мы дарили в прошлом году? Кто это? Здорово, Юра. Как оно? Нормально оно. Чего приехал? Проведать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас простите, но мы только что от врача и сейчас Юре нужно отдыхать. Оля. Ему с бывшими коллегами не рекомендуется общаться. Ну вы же курсе, наверное, да? Оля, езжай на работу. Позарова в глав перевели ее. Местный я теперь Мамаев. Дослужил сам. Ну, в основном все по-старому. Анька развелась сможем полтора года назад. Ты сам-то все скорее узнаешь. Да, мы общаемся. Что хотел? Правильно. Ну, нечего рассусоливать. Я и сам такой. Ты Милана Симбирского блогершу не знаешь? Одолжил. У нее еще творческий псевдоним есть. Мила Надел Наделова. Жеров, в чем дело? Новости ты не смотришь? Оля обещала не смотреть. И так? Убили ее четвертого числа. А накануне она звонила тебе. И что? Мало ли кому она звонила, тем более накануне. Если б дело было только в этом, ты бы не приехал. А раз приехал, давай уже рассказывай. Черт, Миша. Я уже забыл, каково это с тобой работать. Ты понимаешь, там совпадают все детали дела? Зарезали, ногти сострели. Кукла. Лучше тебя меня отпустить. Я же уговорил тогда. Ты не был знаком с деталями дела? Так может стоило меня все-таки ознакомить? Ты прекрасно знаешь, что не мог вести дело. А теперь, Юра, убери от меня свои руки. Тебе просто надо было кого-то посадить. Неправда. Улик было достаточно. У тебя не было его признания. А они не всегда признаются. Ты это знаешь не хуже меня. Убийца моей жены на свободе. А вот этого ты не можешь утверждать со стопроцентной уверенностью. Да, был звонок третьего. Кто-то помолчал и положил трубку. Этот номер. Да. Новая кукла из той же мастерской. Юра, это было мое дело и будет теперь. И если я совершал ошибку, я ее исправлю. Юра, дай мне доступ к материалам дела. Даже если бы я очень этого захотел, я бы не мог этого сделать. Ты не полицейский, Юра. И кроме того, у тебя посттравматический синдром. Отдыхай, Юра. Не помешаю? Не помешаю? Павел Саныч. Заключенный Леонидов за вами же закреплен. Угу. Мне нужно свидание с ним. Жаров. Его дело. Дело его. А жена моя была. Павел Саныч, мы же с вами всегда хорошо общались. Я ж многого не прошу. Только одно свидание. Сколько раз. Санкт-Петербург. Я с вами тоже. Мороз. 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 С меня, Магарыч. А то. Спокойно, я пришел помочь, сядьте. Федя, я хочу доказать, что тех двух женщин убил не ты. Федя, я хочу найти настоящего убийцу. Федя, я могу тебе помочь. А для этого ты должен ответить на пару вопросов. Вопрос и ответ. Как Викторине по телевизору? Типа того. Типа того, оба раза ты оказывался на месте убийства. Почему? Федя шел домой. Мамочка и папочка живут в пригороде. Федя шел на электричку. Федя шел на электричку. Да, на электричку. Любишь в куклы играть? Мальчики не играют в куклы. Но ведь ты играл в школе, да? Мальчики не играют в куклы. Все на тобой смеялись, тебя перевели в другую школу. Мальчики не играют в куклы! Спокойно. Мальчики не играют в куклы. Спокойно, Федя, в куклы играют все. В этом нет ничего плохого. Мальчики тоже играют в куклы? Мальчики тоже играют в куклы. Мальчики тоже играют в куклы. Так, успокоился, давай, все. Проходите, пожалуйста. Нашатырь. Не надо, у меня крепкие нервы. Вы скажите, когда будете готовы. Разве к этому можно быть готовой? Давайте. Ань, водички налей. Спасибо, я в порядке. Вы присаживайтесь. Я понимаю, это тяжело. Это вряд ли. В такой работе, как у вас, люди очень быстро угорают и перестают чувствовать. Вы давно видели сестру? Мы не общались год и поругались. А теперь она умерла и ничего уже не вернуть. Скажите, у вас есть версия, кто мог ее убить? Нет, пока нет. Я бы очень хотела помогать следствию и, конечно, быть в курсе. Только, пожалуйста, я вас очень прошу, все вопросы задавайте мне. Потому что мама очень пожилой человек и ей сейчас тяжело. Да, 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 конечно. По протоколу мы обязаны поговорить с ней тоже. Я думаю, мы можем обойтись и без этого. Да, во всяком случае, пока. А что касается вашей помощи следствию, то да, есть кое-что, чем вы могли бы помочь. Скажите, вы на машине приехали? А, вот моя. Отлично. Ну, я-то с вами, а обратно я такси возьму. Я вас догоню. Ты Капана в розыск объявила? Поезжай, пожалуйста, в отдел. Узнай, может, ответ уже пришел. Знаешь, Жаров, я ведь тоже думал, что ты уже выгорела, а ты, оказывается, еще способен чувствовать. Я просто ищу к ней подход. Удачи в поиске. Бcasting My Apple Валяево Эфи Лихо паркуетесь, я бы не рисковал. Пойти с вами? Да. Лена, слушайте меня внимательно. Наши криминалисты уже обследовали квартиру, но вы можете увидеть то, чего они не заметили. Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok Что-то не так? Нет. Все в порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы угощайтесь. Это я сама варила. А это у нас Николай Иванович. Печет. Вы знаете, с тех пор, как с Федей это случилось, гости у нас редко бывают. Два года. И сунду еще год. Как так может быть? Посадить невиновного человека в тюрьму? Ведь он же мальчик совсем. А Федор с вами жил? Ну, конечно. С кем же еще? Я могу посмотреть его комнату? Зачем? Разобраться хочу. Вполне возможно, три года назад посадили невиновного. Так, там почти ничего не осталось в комнате. Они все забрали. Но все равно. Вы правда тоже думаете, что Федор невиновен? Бросили нас с матушкой, с батюшкой? Как же нам теперь быть? По что-то нашли суд, оставили? Эх, пропадем мы тут. Пропадем. Не плачьте, братцы. Идите за мной. И я приведу вас обратно к дому раздуму. Стоп. Вы чего творите? Вы чего так орете? Вы до последнего ряда хотите добить, а? Вы что? Действительно думаете, что дети добилы? Или они глухие, а? Вот вас. Вас, когда-нибудь родители бросали в лесу, вот тебя бросали. От тебя это видно. Тогда зачем? Зачем вы из трагедии, а эта трагедия делаете фарс? Вы должны одушевлять куклу, понимаете? Одушевлять это от слова душа. Вы просто орете на зрителей. А вы мне душу покажите. Душу! Еще раз. Майор Жаров, мне бы надо бы с вами поговорить. Перерыв пятнадцать минут. Вы простите, что я вам помешал. Дело в том, что мы расследуем убийство. И убийца оставляет на теле жертв кукол. Мы думаем, что он оставляет нам послание. Ну, если ваш убийца оставляет послание, я попробую его прочитать. Но только я должен видеть предмет разговора. А, да, конечно. Вот я покажу вам фотографии. Посмотрите, пожалуйста, вот. Нашечку. Вторая кукла. Вот. Вот кукла. Вот кукла. Вот кукла. Что-то не так? Кукла сделал Капанин. Сто процентов. Вы уверены? Да. Другого такого мастера нет. Да, но дело в том, что Капанин пропал. На него, похоже, найдется. Да. А вот что означает эта кукла? А это сказка. Патерк феи. Там было две сестры. Одна грубая и злая, другая добрая. И фея наградила ее тем, что каждый раз, после каждого слова у нее изо рта высыпались цветы и драгоценные камни. А старшая она наказала. И у нее после каждого слова вываливались жабы и змеи. А что хотел сказать этим убийцам? Понятия не имею. Простите, но я должен вернуться к своей работе. Ну да. Но тогда нам придется поговорить в другом месте. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, выписывайте мне ордер или что там у вас. Ордер, да? И поговорим в другом месте. Как хотите. Сталин! Аня. Юр, ты дурак, а если б я... Прости, я не хотел, честное слово. Ну, еще б ты хотел. Мне нужна твоя помощь. Пошли. Да нет, я быстро. Адрес убитый скажешь. Симбирской. Зачем тебе? Меня Жаров сожрет. Он не узнает. Даю слово. Я одним глазком. Нет. Нет, Юр. Жаров. Давай лучше у него спрошу. Ты Жарова не знаешь. И поэтому к тебе и пришел. Аня, мы с тобой столько лет работали. Я за тебя... Помоги больше некому. Тихо. 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 Полиция. Капитан Вишня. Тихо. Будем спокойно разговаривать? Или поедем в отделение в наручниках? Кто вы такая и что вы здесь делаете? Удостоверение сначала покажите. Все, поехали в отделение. Я никуда с вами не поеду. Вы проникли на место преступления. Сорвали пломбу. А ее вообще-то не здесь убили. Подозрения-то не снимают. Я ее родная сестра. Елена Симбирская. Я пришла книги забрать. Так, хотя дайте я сама в полицию позвоню. Тихо. Вы не из полиции, да? Это вы... Послушайте, я не убийца. Правда, я ее даже не знал. Я из полиции. В прошлом. Три года назад убили мою жену. Я знал, что посадили не того. Теперь убийца вернулся. Я хочу знать, кто. Я вам не верю. Я вам тоже. Книги пришли забрать. Если она сохранила это украшение, когда могла его просто продать, то значит, она боялась того человека, который ей его подарил. Она не носила такие украшения. Отлично. В ориентировке так и напишем. Она его просто боялась. Вы посмотрите на внутренней стороне. Там цифра. Это брендированные украшения на заказ. Бутик 79 у нас только один. Я поеду туда и узнаю, кто был заказчиком. Вы? Я. Ловить убийцу. Я просто узнаю, кто был заказчиком. Послушайте, Елена, все очень серьезно. Очень. Значит так, либо мы ищем кукловода вместе, либо я вас даю Жарову. И тогда на вашем расследовании можно ставить крест. Юрий Вишня, это я. Ну что, фото получились? Те, которые ты меня просил делать? Да, да, да. Хороший. Хороший. Виталик, здорово. Чем порадуешь? Да, пока нечем там. Особо ничего не нашли. Дневник его только. Там какие-то даты. Я особо не вникал. Но вот в последней записи сказано, что ему сделали заказ сразу несколько кукол. Ну, имя заказчика есть? Ну, компанию называют его просто В. В? Ну, да, ну, не знаю. Володя там, где Виталик. Дневник давай. Где он? Так я его сдал в еждуке. Порадовал. Юр! Юр, а ты че сидишь? Тебе аж психотерапевт через час. Ты че, забыл? Это сегодня? Ну, да. Поехали, я тебя подброшу. Да нет, Оля, не надо. Я сам. Поехали, поехали. Мне не сложно. Я тебя жду. Давай. Давай. Я бы с тобой сходила, правда. У меня сегодня такой важный тренинг. Все нормально, я уже большой мальчик. Поехали, я уже большой мальчик. Черт. Да. Да, да, я задерживаюсь. Слушай, я просто ключи его нечаянно взяла. Ну, да, его и свои, представляешь? Ну, да, я сейчас вернусь. Да, да. Да не, не позвонит он. Он так и на крылечке и будет сидеть. Да, да, а ты там пока видео поставь моим зайкам. Пусть позалипает, ладно? Все, давай, чмойки-чмойки, пока. Интересно. Так. Опять припоздал. Ребята уже достали. Открыть посмотришь. Завтракал сегодня? Открывай. Закрой. Что ребята говорят? Это Копанин. Труп распух, как видишь, но по описанию он. Предварительно к тупым тяжелым затылок. В воде как минимум недель две пролежал. Значит, имбирскую набить не мог. Браво, Жаров. Аня, смотри, тебе смешно? А я смеюсь. Вы, 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 вы. Да, я видела. Очень удобный дневничок. Он бы еще имя написал. Вообще красиво было бы. По графологической нет ничего. Не факт, что будет. Образцов Копанин после себя почти не оставил. Кто сейчас в трубке пишет. Да, кстати, как ты с тем кукольным режиссером-то пообщался? С большим интересом. Давайте. Так, все, пойдем. Собирайте. Пойдем. Доброе утро. Доброе. Извините, что задержался. Вы еще не заходили? Ну, мы же сегодня договорились. Нет. Доброе утро. Доброе утро. Да, эта модель произведена у нас. Мне нужно знать, кто заказчик. Мы не предоставляем подобную информацию о наших клиентах. Я понимаю, но это украшение было у моей сестры. Ее убили. Пожалуйста, мне очень нужно знать, кто у вас его заказал. Соболезную. Но, как я уже сказал, мы не предоставляем такую информацию. Слышишь? Если я еще раз услышу, что ты не предоставляешь, я тебе эту цацку в глотку забью. Ты кто такой? Вы что делаете? У меня сестры убили. У меня жену. Я хочу знать, кто. Ты мешаешь. Я вызвал полицию. Нет, ты не понял. Я и есть полиция. И твои проблемы сейчас только начинаются. Последний раз спрошу, а кто заказчик. Хорошо. 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 Я... Я могу по кассе посмотреть. Ну, отлично. Посмотрите, пожалуйста. Дементьев. 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 А вы его знаете? Нет, но посмотрите, вот этот вот и есть у милого в друзьях. Скоро кончится. Бордачок открой. Я эту книжку в свое время сына читала. Открой содержание. В оригинале в сборнике восемь сказок. Первая. Золушка. Вторая. Кот в сапогах. Третья. Красная шапочка. Потом мальчик с пальчик. Тань. И пятая подарок феи, в которой на минуточку изо рта старшей сестры сыпались жабы и змеи. Напомнить тебе, что три года назад на теле первой жертвы нашли Золушку, на теле второй Дашке красную шапочку, а теперь у нас жертва, во рту которой лягушка. То есть ты хочешь сказать, что кукловод на свободе и убивает людей по книжке сказок? А ты не видишь совпадений? Я вижу, что ты пытаешься выстроить серию и подтягиваешь факты, которые в нее не вписываются. И где в твоей логике? Кот в сапогах и мальчик с пальчиком. А при чем тут моя логика? Или ты имеешь в виду логику серийного убийцы, который убивает только женщин? А Копанин? А Копанин? Он убил как свидетелю, когда забрал куколу. А я очень любила ее тоже. В руках поднялась. Копанин? Ага. 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 Да, красивая. Вы слышали? Ой, жалко. Конечно, все это когда-то происходит. Я оттакси это не так живой, а как же, как красивая. Они вообще ищут этого монета. Говорят, ищут его. Какого чёрта ты здесь делаешь? Какой Нажаров! Какой Нажаров! Какого чёрта ты здесь делаешь? Спокойно, Нажаров! Спекнёшь ещё! Кого? Я здесь за тем же хочу глянуть, кто попрощаться пришёл. Я говорил тебе, ты слышишь в ответ. Я один раз уже не вставался. И что? Это от неё? От Миланы? Мне тоже. Полиция. Как это вообще возможно? Как она могла прислать сообщение? Откуда Вишня узнал, во сколько похороны? Ты ему сказала? Господи, Жаров! Ты что, такой интернет знаешь? Этих всех не отпускать. Их надо опросить всех. Серьёзно? Прямо здесь? А что значит это СМС? Она же пришла с номера Милы. Елена, мы уже устанавливаем местонахождение телефона. Телефон Симбирской включился. Узнай адрес. Жду. Мне очень жаль, что это произошло в этот момент. Извините. Пожалуйста, я вас очень прошу, вы можете найти этого урода? Чёрт! Будет ещё один труп. Когда мне понадобится совет, я у тебя его спрошу. Ну, сам-то ты не справляешься! Адрес нашли. Поехали. Я с вами. Нет. Ты поедешь к себе домой и не будешь лезть в моё дело. И что вы теперь будете делать? Искать. Пока ничего, точку нашли, телефона нет. Ну что, Виталик, камер слежения, конечно же, нет. С твоего позволения, я оттуда не попрусь. Показывай. На подошве грязи нет. Волокли. Сюда донёс. Затем потащил. Тил не хватило. Или женщина. Да ладно, пусть они разбираются. А наше дело – факты. Собаки нужны. Ну что тут? Следы волочения и вот. Наш. Ты оценю себя? Тихо, он может вообще сидит маленького особо. Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут такое дело, я просто хотел попросить. У меня у мамы юбилей скоро. Хотел домой съездить. Оформишь отпуск, съездишь. Да я просто уже отгулял. Значит, по телефону поздравишь. Сюда! Не трогать ничего! Персятку дай. На, убери. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нож в ногти кукла. Глупая принцесса. Рики Хохолок. Там была одна очень красивая, но настолько глупая принцесса, что она воды не могла попить, не разбив чашки. Я тебе говорила, он идет по сказкам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. И… Ну и что, что она бумажная? Анна Владимировна, я бы в России хотел. У меня это… У мамы юбилей. Я съездить хотел. А он… К нам в отдел письмо пришло на мое имя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А в графе отправитель значится… Кукловод. День добрый. А где я могу найти Дементьева? Здравствуйте. Сегодня его не было. А зачем вам Дементьев? Где он живет, знаете? Не знаю. Отдел кадров у вас где? На втором этаже. Тоже мезодиак нашелся. Вам никогда меня не понять и не поймать. Рекки Хохолок – не последняя сказка в этой книжке. Следующая какая? Спящая красавица. А потом еще синяя борода. Ты же говорила, он сказки с мужиками пропускает. Да. Только синюю бороду он тоже у Копанина заказал. Значит, жертв будет еще как минимум две. Не будет. Я этого не допущу. Я знаю. Мам. Меня про тетю Милу спрашивали. Кто спрашивает? Девочки. Катюша, а ты скажи в следующий раз девочкам, что тетю Милу убил маньяк. И если они очень сильно будут этим интересоваться, то он обратит внимание и на них. А это правда? Что это? Моя хорошая, нет. Ну, конечно же, это неправда. Просто никому и никогда нельзя позволять делать из своей семейной трагедии повод для разговоров. Ты меня поняла? Ну, вот и умница. Так, а сейчас мы с тобой едем забирать бабушку. Забирать? Бабушка какое-то время поживет у нас. Ты рада? Угу. Ну и отлично. Проходи. Мам. Привет. Как я рада. Катюша приехала. Супку хочешь? Ага. Сейчас. Сейчас поставлю. Он быстро сварится. Сейчас. Сейчас. В школе как? Нормально. Сейчас. Сейчас. Мама, ты воду забыла налить. Странно. Странно. Мама. 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 Ну, мамочка. Тихо, тихо. У нас пока поживешь, слышишь? Семья, она лучше. Милая моя. Держись, пожалуйста. Прямо за моей спиной находится исправительное учреждение, в котором отбывает срок Фёдор Леонидов, приговоренный к такому наказанию за жестокие серийные убийства. Напомню, что три года назад маньяк, которого прозвали кукловодом, оставлял на теле своих жертв куклы. Тогда казалось, что справедливость восторжествовала, но, однако, буквально пару дней назад было обнаружено тело известной блогерши и модельера Миланы Симбирской, которая была убита точь-в-точь как предыдущие жертвы. В связи с чем у общественности возникает вопрос, кто же настоящий кукловод и почему вместо него отбывает наказание, как теперь кажется, ни в чем не повинный человек? Или еще хуже, у кукловода появились последователи? Почему сразу убийца? Ничего ж не доказано. Все эти, эти процедуры, они ж какие-то неточные. Приблизительные. Просто вот надо было кого-то посадить. Знает она чего о процедуре. Но проблемы теперь начнутся у нас у всех, это точно. Не старайся казаться хуже, чем ты есть, Жаров. Тебя ведь не проблемы волнуют. И думаешь ты о том же, о чем и я. О чем же? О том. А действительно ли мы посадили невиновного? Он не невиновный. Мы это доказали. Да. Тогда что происходит сейчас? Если ты имитатор, откуда ему известны все детали убийства? Про ногти, например. Здравствуйте. Следователь Жаров. Меня зовут Виктор Горяев. Я адвокат. Я знаю, кто вы. Рад этому обстоятельству. С сегодняшнего дня я представляю интересы Федора Леонидова. И ставлю вас в известность, что ходатайство о пересмотре дела моего подзащитного уже подано. Да откуда же у Леонидовых деньги-то на адвоката? Дело я, видимо, бесплатно. Понятно. Пиар. Пришли нас просто предупредить. Нет. Просто у меня есть официальный допуск к материалам дела. Вот адвокатский запрос. В холодильнике шаром покати, три огурца, два помидора и курица из магазина. Мамочка, ну, курица, она всегда из магазина. Да? Курицу надо брать в деревне, чтобы ничего не было, никаких химикатов. А тебе все равно, чем ребенка кормить. Мам, ну, если мы с тобой продолжим общаться в том же духе, мы поссоримся. И потом Катюшке, моя курица, очень нравится. Жаль только, что она у нас каждый день. А знаете что, ну, в принципе, вы сами можете сходить. Я не знаю, в магазин, съездить в деревню, купить для ужина и приготовить. И уроки еще не забудьте сделать. Черт, а я уже и забыла, как это здорово с мамочкой жить. Абонент временно недоступен. Передвоните позже. Абонент временно недоступен. Передвоните позже. Здравствуйте, Дементьев. Ч-ч-ч. Что? Дементьев Игорь здесь прописан? Ну да, мы у него снимаем. Что такое? А сам он где живет? Да мы его уже больше года не видели. А, понятно. Да вы позвоните ему, у вас номер есть? Да, есть, он просто не отвечает. Вы бегите, у вас там мало. Лучше. До свидания. Здравствуйте. Я к Юрию Вишне. Здрасте. Только его нет. А вы не знаете, когда он будет? А то он трубку не берет. А вы по какому вопросу? Не знаете, да? Снова в ювелирку с ним пойдете? Или в какое другое место? Зачем он вам? Ну я понимаю, как это выглядит со стороны, но у меня к нему личный вопрос. Он мне помогает. А по поводу ювелирки я вас уверяю. Не надо меня уверять. Вы же не знаете, кто он. И какой. Вы понятия не имеете, каково это жить с больным человеком. А я знаю. Вам это надо? Не надо. Я единственная, кто может его терпеть. И то только потому, что я психолог. И поверьте, если он вам кажется интересным мужчиной, это далеко не так. Да вы не так меня поняли. Я не претендую на вашего мужчину, окей? Мне просто нужно с ним поговорить. По какому вопросу? Ну вот если бы я могла сказать, по какому вопросу, я бы вам сказала. Но я, увы, не могу. Да не должна. Конечно, не должны. И приходить сюда вы тоже не должны. Интересно, то я так понимаю, что орудия убийства и найдено не было? Не было. То есть все обвинение строится только на том, что вы смогли доказать, что мой подзащитный был на месте убийства? Как вы, кстати, это доказали? Вообще-то не только на этом. Болезненную тягу к куклам тоже не надо сбрасывать со счетов. Боже мой. Как они там в суде вообще смогли добиться обвинительного приговора с такой базой? Вопрос риторический. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Да. Ань. Зря тогда я тебе помогла. Теперь не отстанешь, да? Жаров ничего не узнает. Он умнее, чем ты думаешь? А ты умнее, чем он. Помоги, Ань. Он тоже может вам пригодиться. Я просто хочу первым с ним поговорить. Ладно, фамилия. Игорь Дементьев, 78-го года рождения. Сможешь? Юр. Ты действительно думаешь, что мы посадили не того? Я хочу разобраться. Жарову письмо пришло от кукловода. Вы меня не поймете и не поймаете. Что экспертиза? Работает. Юр, только ты не думаешь, что Жару плевать. Я же вижу, как он переживает. Только ты же его знаешь. Я перезвоню. Ань. Личность установили. Это Ирина Саварова. Убийца тот же, что из Снегирской. Посмотри. Спасибо. Вы уж простите, но мы не можем сидеть здесь с вами до ночи. У нас есть оперативная необходимость. И кабинет я закрываю. Конечно. У меня и так уже все ясно. Жертвы были знакомы. Друг с другом? Да. Соловьева Симбирская учились в одной школе. Соловьева на пару лет помоложе и училась в одном классе с младшей сестрой Симбирской. С Еленой? Да черт. Она тебе нравится? Что? Мне только не ври. Она ничего. Здрасте. Ну, ничего необычного. Значит, плохо ищете. Анна Викторовна. Слушайте, у мамы юбилей там, вот, хотел съездить на пару дней. Ну, так поезжай. Это меня жало, что отпускает. Я поговорю с ним. Спасибо. Я уж и не думал, что вы придете. Но я рад, что вы здесь. Это правильное решение. Терапия не всегда проходит просто. И порой, чем нам сложнее, тем… Я здесь не за этим. Нет? А для чего ж тогда? Мне нужно ваше профессиональное мнение. А вот на что. Человек, который убил мою жену, он прислал в полицию письмо. Он написал, что полиция никогда его не поймает и не поймет. При этом… Вы же следите за новостями? Ну, конечно. За последние несколько дней еще две жертвы. Я хочу понять, кто он. Вы же специалист по всем этим психам. Вот расскажите мне. Я вас разочарую. Человек, который убил вашу жену и автор письма… Это разные люди. Но это еще почему? Ну, видите ли… Насколько я могу судить, я подчеркиваю, я не знаю подробностей… Поведический мотив в новой серии убийств совсем другой. Первый куколовод, убивший вашу жену, не хотел, чтобы его поймали. Он получал удовольствие от самого процесса, который бы прекратился в сяком тюрьме. Что же касается письма, то его написал совершенно иной психопат. Его написал игрок. Проще говоря, его написал тот, кому доставляет удовольствие не столько убийство, сколько игра в прятки с полицией. Поэтому я склонен считать, что убийца за решеткой, а сейчас орудует имитатор. Я понимаю, почему вы это говорите. Это честь терапии, да? Вы хотите, чтобы я успокоился и перестал искать убийцу? Ваша проблема, что вы не слышите других людей. Понимаете? Глухо. Как Виталик и сказал. Кстати, Жаров, ты почему его к маме не отпускаешь? Нажаловался. Да, я обещала, что ты его отпустишь. Ты обещала Виталику, что я его отпущу. Мне надоело объяснять людям, что ты не такой плохой человек, каким привык казаться. Аня, это до вишни. Ну, а ты что, по адресу не понял? Нет, я не о том думал. Это что же получается? Убитая Симбирская перед смертью звонила Вишня, убитая Соловьева оказывается практически его соседкой. И слишком немного совпадений. Иногда совпадение, просто совпадение, Жаров. Или ты считаешь, что Вишня маньяк, который убивает женщин, причем и свою жену тоже? Не знаю. Надо подумать. Ладно, я поговорю с Еленой. Дай угадаю. И поедешь ты к ней без меня. Ань, это ты сейчас ревнуешь? Здравствуйте. 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 Елена, как вы? Нормально. Ну, насколько это вообще возможно? Ну да. Да я, собственно, поэтому и хотел с вами поговорить, если так можно, уже в неофициальной обстановке. Скажите, пожалуйста, а вы Ирину Соловьеву знали? Да. Мы учились в одном классе. А скажите, пожалуйста, а после школы вы с ней не общались? Нет. А ваша сестра дружила с ней? Я не знаю. Ну да. У нас с ней ничего нет. Поэтому ты с ней по ювелиркам таскаешься, да? Ты о чем? Опять вопросом на вопрос? Ее зовут Елена. Она сестра новой жертвы. Она мне помогает. В ювелирном магазине. Павел Владимирович! Жаров! По поводу Ирины Соколовой. Я хоть с ней не общалась, но в соцсетях на нее было подписано и от общих знакомых слышала. Ну, я не знаю, поможет вам это или... Да-да-да. Любая деталь нам пригодится. Ну, в общем... Ну, Елена была... Не знаю, как вам сказать... Оторван. Гуляла. Мужчинами крутила. В том числе и женатыми. Говорят, у нее даже аккаунт был на Only You. Это что? Ну, насколько я знаю, это когда... Девушки в соцсетях делятся своими откровенными фотографиями в обмен на денежные донаты. С другой стороны, Ирина вроде бы в деньгах не нуждалась. А, говорят, также она пошла на пилоне заниматься. Ну, чтоб стриптизу научиться. Такому надо учиться. Оля, три года назад жара взял не того. Букловод снова убивает. Юр, ты три года пытаешься оправиться от того, что случилось. И ты снова туда лезешь. Я три года пытаюсь... Оля, убийца на свободе. Юра, убийца в тюрьме. Юня! Ты... Ты не виноват в смерти своей жены. Я устала, Юра. Оля, я его поймаю, поймаю и все. И мы будем жить долго и счастливо, да? Я обещаю. Ты мне столько обещал, Вишня. И вот этот вот ножик дурацкий. Шею тоже обещал снять. Прости. Значит так... Или ты... Сегодня... Прямо сейчас заканчиваешь свое расследование... Или все? Никаких больше потом. Ясно? Я не могу, Оля. Я так и знала. Оля. Оля, послушай. Не трогай меня. Оля. Свиня. Свиня. Хватит, Юра. Привет. Так. А ты почему варенье ложками ешь, а? Мне бабушка дала. Мам! Она ушла. Куда? Не знаю. Привет. А ты где? Одна. Мама. Мама, а ты мне почему не сказала? Мы б с тобой вместе поехали. Дождись меня, пожалуйста. Я тебя сейчас заберу. Все. Давай. Пока. Так. Варенье я забираю. Эй! Катюш, дождись нас, пожалуйста. Ладно? Я сейчас бабушку заберу, и мы нормально поужинаем. Мама. Ты почему мне ничего не сказала, а? Я бы с тобой поехала. Я думаю, вот какой Миланочке памятник поставить? Она же любила все красивое. Поехали домой. Как земля таких людей терпит? Как можно убить человека и продолжать жить? Ой, хорошо. Поехали. Поехали. А что, Николай? Поехали, пожалуйста. Себе отдохнуть нужно. Давайте отдохнем. Поставь. Аккуратно. Мама. Вот сюда. Садись. А теперь смотри. Майор Жаров, я вам звонил. Привет. Девочки, отдохните 10 минут. И много желающих. Хватает. У вас тут Ирина Соловьева занималась. Вы ее помните? Да, конечно. Ну, успехи были. Да, я так поняла, что она не особо-то и хотела. Подруга ее сначала пришла заниматься. Стеснялась очень, но она Соловьева с собой привела за компанию. А как подруга зовут? Милана. Блогерша эта отдела надела. Знаете? Симбирская? Да, точно. Вся в зажиме. Мы с ней даже до пилона не дошли. Так на растяжке и застряли. Зачем же она занималась, если у нее не получалось ничего? Да, девчонки говорили, вроде муж ее заставил. Или не муж, короче, мужик у нее был какой-то. Мужик был мрак. Постоянно ее контролировал. Куда ходить, что носить, как говорить. Ну, он ее сюда и отправил. Гибкость развивать, типа. Абьюзер, короче. Почему же она согласилась? Я бы сразу послала. А она, мне кажется, она его боялась даже. Боялась? А вы, секундочку, вы его видели? Нет. Ну, имя вы его знаете? Не знаю. Ну, хорошо. Привозил, увозил он. Может быть. Вы у охраны спросите. У нас парковка от бизнес-центра арендована. Там и камера есть. Да, спасибо. Возвращаемся к Иллнам. Золушка была столь же добра, сколь и прекрасна. Она взяла к себе во дворец сводных сестер и выдала их замуж за придворных. И все жили долго и счастливо. Мама, ты же толпая. Что? Катя, ты почему не спишь? И красивая. И красивая. Так, давай. А принцы в жизни бывают? Бывают, мои хорошие, но редко. И живут они далеко. А мы туда сможем поелать. А мы с тобой принца искать будем? А у Вики, мама, некрасивая. Да, Катя. И не добрая. Но у них есть муж. А у нас нет. Так, все, давай. У нас безгрыла им. Доброй ночи. А мы туда поедем потом. Обязательно. Алло. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Я вас не разбудила? Нет, все в порядке. Что случилось? Ну, просто мне очень нужно вам кое-что сказать. Конечно, я слушаю. Я... А мы можем поговорить не по телефону? Завтра, может? Приезжайте сейчас. Вашей жене это вряд ли понравится. Ее нет. Приезжайте. Здравствуйте. Пожалуйста, еще раз извините. Уж то поздно. Я... Это я виноват. То есть? Ну, я ведь никогда ее не понимала, Мила. Ну, все эти блоги, подписчики, мне это все казалось каким-то ненастоящим. Понимаете? Ну, глупость какая-то. Что это вообще за жизнь? Елен, я сейчас... Ну, понимаете, я ее оттолкнула. Я просто не смогла ее понять. Нет, я... Поймите, я честно. Я честно пыталась понять свою сестру, но... Просто если я была бы рядом, ничего бы этого не было. Это не ваша вина. Поймите, мне просто нужно кому-то об этом сказать. Я... Я маме об этом сказать не могу, потому что мама пожилой человек, а... у меня больше никого нет. Я бы очень хотела все исправить. У нас с женой все было непросто. До того, как... у нее карьера была. А я семью нормальную хотел. Детей. Да и вообще как-то... А Оля, она... Оля... У нас... Я вообще женат был, когда у нас все это с Олей. А потом же мы убили. Если бы я ее еще любил, может быть, легче было бы. Не знаю. Но мне не было рядом. Я три года нормально не сплю. В голове все. Я жить нормально не смогу до тех пор, пока не найду того, кто ее убил. Поэтому я вас очень хорошо понимаю. А вы Олю любите? Простите. Я пойду. Помогите мне, пожалуйста. Господи, кошмар какой. Да нет, нет. Все в порядке. Все хорошо. Простите. Правда, я вообще не понимаю, что он на меня нашел. Вы сами потом пожалеете. Я уже жалею. Вы можете оставаться. Я им поселю отдельно. Я понимаю, вы просто одна быть не хотите. Простите, мне нужно идти. Ночь же. Останьтесь. Я не могу. У меня дома мама и дочка. У вас дочь сколько ей? Семь. Есть абьюзер с имбирской. Это Дементьев. Кукольник. Доброе утро. А вот вам я кофе принесла и сырники. Ну, сама нажарила. Это компенсация за вчерашнее. Спасибо, конечно. Вы проходите. Проходите, проходите. Да. Юр, ты спрашивала адрес Дементьева? Угу. Он с сегодняшнего дня в розыске. Жаров всех поднимает, адреса пробили. У него дом в Ферсановке. Речная 2. Жаров к лавку полетел. Минут сорок у тебя. Только Жарову не слово. Принято. Вот ведь. Что-то случилось? Мне ехать надо. Его нашли? Возможно. Вызовите мне такси. У вас есть приложение в телефоне? Адрес в блокноте. Хорошо. А я знаю, где это. Если мы прямо сейчас выйдем, то где-то через полчаса будем на месте. Я на машине. Ладно. Только делай так, как я скажу. Принято. Поехали. Пока. 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 СТУК В ДВЕРЬ Пристегнитесь. Поехали, поехали. Как хотите. А я предупреждала. Группа выехала. Все по машинам, быстро поедем. Ребята, по машинам. И так уже опалкиваем. СТУК В ДВЕРЬ Давай быстрее уже. За руль, заводи, заводи. СТУК В ДВЕРЬ Дверь разблокируйте. Если что, педали в пол. Вляпался нормально, так Жаров бы оценил. Простите. Если через 15 минут не вернусь, звони ментам. Я с тобой. Без разговоров. У тебя дочь. А у меня 15 минут. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует... Вы как здесь оказались, Влад? Я с Вишней приехал. Где он? В доме. Ладно, потом. У нас дом. Руку сюда. Не дергайся. Вторую. Подъем. Так. Походу давно висит. Да. Назовите медиков. Лестницу пусть принесут. Снимать будем. Для кого это цирк, Жеров? Это протокол. Как ты вышел на Дементьева? Нашел колье в квартире убитой. Показал Лене, она привела меня в бутик, где это колье продали. Кому продали? Дементьеву. Значит, мало того, что ты сам лезешь в расследование, ты еще Лену в это втянул. Никого я в это не втягивал. Значит, вы сами вызвались довести Вишню до дома Дементьева? Да. Сколько он там пробыл до нашего появления? Как узнал адрес Дементьева? Ты серьезно, Жеров, не смеешься? Ты думаешь, так это сложно узнать? Дом записан на него. А что ты делал в дом Дементьева? Зашел, обнаружил труп, уже хотел звонить, а тут вы. Руки в гору, мордой в пол. Сколько времени ты находился в доме до нашего приезда? Минут пять, может семь. Семь минут. Именно семь. Ни пять, ни десять. Но я на часы смотрела. Он мне сказал ждать пятнадцать минут. А потом вызывать вас. Ну, если он не вернется. Слушай, ты серьезно думаешь, что это я его повесил? М? Ты тело-то видел. Цвет лица, трупные пятна. Он часов десять висит минимум. Ты это за пять минут рассмотрел? А ты нет. Смотри тогда дальше. Факт первый. Тебе звонят с телефона Симбирской, которую на следующий день находят убитой. Факт второй. Убивают Соловьева, которая совершенно неожиданно оказывается практически твоей соседкой. А теперь еще Дементьев. Но еще есть факт. Третий. Что это? Это? Это страница из дневника убитого Капанина. И там он записывает заказчика кукол букву. Буквкой В. Угу. В. Типа вишня. То есть Капанина тоже я убил. А ты бы что подумал на моем месте? Я бы на твоем месте просто думал. Я у тебя уже три года назад материалы просил. Ты не хуже меня знаешь, что не имел права вести расследование, являясь родственником участника уголовного производства. Это так сейчас про мою убитую жену? Участник. Я тебя как человека просил, Жеров. Без протокола. Теперь кукловод снова убивает. Вот я иду. Может, тебе вообще здесь не место? Нас теперь арестуют? Нет. Свободны. Пока. Если ты еще раз влезешь, я тебе новое место обеспечу. В камере. Ты меня понял? Так точно. Как вы? Нормально. Ань, а не ты ли это случайно вишни оперативные данные сливаешь? Ты чего, Жаров? О фонаре? Вы же с ним работали. Долго. И что? Черт, Ань, погонами рискуешь. А хочешь, я прямо сейчас по-собственному напишу, чтобы не мешать тебе тут, а? Да не в том дело. А в чем? А ты сама не видишь? Он уже не тот человек, которым был. Понимаешь, не тот. И работаешь ты теперь со мной, а не с ней. Нет. Ну, это я. Без протокола так. Поняла. Ай! Черт. Приложение зависло, не дает такси вызвать. Вас подвезти? Да нет. А мне не сложно совсем. Я обещаю, в этот раз не так быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подождите! Подождите! Я бы не советовала. Они все-таки полдня в машине прилежали. Да, ничего я не так увидел. Ну, не в том смысле, что... Ну, я поняла. Ничего страшного. Давайте ее еще нажарим. Еще раз простите меня, пожалуйста, за вчерашнее. Поехали. Ну что, до свидания. До свидания. Дочке привет передавайте. Хорошо. А вы же мне позвоните, если что-то узнаете? Конечно. Елена? Да. Будьте осторожны, на всякий случай. Хорошо. Спасибо. Привет. А ты чего так рано? Я тебя только вечером ждала. Ждала. Еще минут сорок постоит. Оль, послушай. Можно я сначала скажу? Спасибо. Юр, я спокойно обо всем подумала. Ты скажи, тебе нужны наши отношения? Простой вопрос, Юр. Тебе это нужно? Да, мне нужны отношения. Только... Я... Я осознаю, что будет нелегко. И... Я готова стараться. Если я буду стараться не одна. И я помогу тебе. Но я хочу, чтобы ты сам этого хотел. Ты же хочешь это? Да. Да, я этого хочу. Давай... Давай начнем с чистого листа. Давай. Давай. Как я тебя брошу в таком состоянии? Пьеро трагический образ. Отвергнутый любовник. Это из какой сказки? Матушки Гусени такой сказки нет. И Капанин эту куклу не делал, так? Так. Кукла не авторская. В городе десятки магазинов, где ее можно купить. И убийство Дементьева в серию не вписывается. Более того. Эксперты считают, что Дементьев скорее всего повесился сам. А если он и был убийцей? Трагический любовник. Убил любовницу ее подругу и покончил с собой. Пьеро его предсмертная записка. Как-то это не вяжется с предыдущими убийствами. Наоборот. Все четыре жертвы убиты похожим ножом. Все четыре схожи по антропометрии и напоминают хорошеньких куколок. И все точно по содержанию сказок. Значит, серия не закончена, если убийца идет по содержанию книжки. Если Дементьев был кукловод, он мог испугаться, что мы его возьмем и решил не дожидаться. Ну, допустим. А почему такой перерыв в убийствах? Ну, у Серенников и побольше перерывов бывает. Значит, ты тоже думаешь, что два года назад я взял не того. Правда, розбив должен быть холодным. Я уже не могла дождаться. Ну, не плохо для первого раза, да? Очень вкусно. Спасибо. Да, кстати, скоро мы с тобой вообще откажемся от животных белков. Ну, ты не переживай. Это, знаешь, как с пирожными. Ну, сначала тяжело без них, а потом привыкаешь. Юра, ну я же вижу. Дементьев не может быть кукловодом. Какой Дементьев? Который повесился. Если он сам повесился, конечно. Дементьев экспрессивный, вспыльчивый. Кукловод расчетливый, методичный. Может, штать годами. Ты спросил, а я ответил. Это что? Оль, ты правда хочешь это знать? Юра, на вопрос нужен ответ, а не вопрос. Ну, ты же обещал стараться. Я стараюсь, Оля. Я очень стараюсь. Правда, не спал последние три года нормально. Иногда могу оказаться где-то и не вспомнить, как я там оказался. А так я очень стараюсь, поверь. И мы пытаемся с этим разобраться, Юра. Мы это говоришь мы, а сама даже слушать меня не хочешь. А, то есть ты хочешь сказать, что когда ты найдешь убийцу, то вот это вот все пройдет, да? Да, Оль, пройдет. Привет, это Юра! Не работает так в психотерапии. Клин клином не вышибают. Ну, ты же сам не даешь себе помочь. Прости, Оль. Неужели? Не получается у нас. Что? Мы только мучаем друг друга. Ты издеваешься? Я благодарен тебе. Спасибо тебе за все, но... Ненавижу тебя. Никакой благодарности. А Оленька вокруг него три года, три года. Помогите, Юрочке, Юрочке плохо. Ты, ты больной, Вишня, понимаешь? Ты сам больной, ты сам скоро сядешь. У тебя прямая дорога в Каченко. Поругались. Да все в порядке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты о чем? Я говорю, не отмоешься. Провонял ей насквозь весь. Давай завтра. Я слишком устал, чтобы опять начинать этот разговор. Куда пошел-то? Спать. Спать пошел. А ты думаешь, ты будешь продолжать со мной в одной постели спать, да? Угу. Кто она? Какая разница? Такая, что я тебе просто так развод не дам, понял? Значит, разводимся? Я говорю, что просто так ты от меня не отделаешься, понял? Все-таки не разводимся, да? Все. Я вижу тебя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, кто у нас тут не спит, а? Тебя жду, ты же обещала. Прости, моя родная. Я забыла. Не почитаешь. Ну как не почитаю? Я же обещала. Так, мы с тобой где в прошлый раз остановились? Кот в сапогах следующий. Наконец, счастливый день наступил. Сестры уехали. А кот в сапогах долго провожал их глазами. Вот. Они не недоваренные, это специально так. Я погуглил. Аль денте называется. Ясно. Сыр еще. Вот. Ну как? Очень вкусно. Здоровья. А что это ты решил ужин сегодня приготовить? Просто. В школе что-то или приставка новая нужна? Мам, ну я же говорю, просто так. Свяжу предание, Андрей Андреевич. Колись давай. Хорошо, но... Только обещай не сердиться, если я скажу. В школе? Нет. Мне звонил папа, он... Так, началось. Мам, ну что ты сразу-то? Ну потому что мы уже это проходили. Он изменился. И он мне обещал. Он даже не пьяный был. И я сам по голосу слышал. Что он хочет? Можно он завтра меня на секцию отвезет? Он же столько раз обещал. И тебе обещал, и мне обещал. Ну пожалуйста. 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 Пока. Пожалуйста. Продолжение следует. Алло. 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 Да, здравствуйте. Я не вовремя? Если вы по делу, у меня нет ничего нового. Вы что-то узнали? Нет. Я просто хотела с кем-то поговорить, но я уже поняла, что не кстати. Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с рукой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратнее надо быть. Кстати, адвокат сказал, что у меня шансы неплохие, так что я вам помогу. Мне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам? Вы же ради этого сюда пришли. К тому же вы первый, кто поверил в мою невиновость. Ну, не так, чтобы поверил, просто... Кроме того, что ты там был в определен... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я много думал. Вспоминал. И вспомнил очень важную вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нее... Роденька была. Вот тут. В форме капельки. Смешная такая. У твоей жены. Ты же сказал, что Борисову не трогал. Я так сказал. Упс. Тихо. Как только ты выйдешь, я тебя урою. Спасибо. А знаешь, что такое guilty pleasure? Порочное удовольствие, когда делаешь что-то стыдное, но кайфуешь. Ты считаешь, что убийство кукловода из этой серии? Я не об этом, Жаров. Я про чебурек. Есть в этом что-то порочное. Почему? Ну почему? Забудь. Мы же не собираемся целоваться. Ты его сюда позвал? Я его зову в отдел. Он сказал, что срочно. Подожди, я там. Добрый день. Приятного. Спасибо. Да. Вот независимая экспертиза по трупу Дементьева. И что? Не факт, что это самоубийство. Дементьева могли убить, но такую сценировку человек с улицы не потянет. А какое это имеет отношение к Леониду? Не того посадили. Все старые убийства совершил Леонидов, а новые убийства могли совершать имитатор. Удобная версия. И вам не придется отвечать за то, что посадили невиновного. Леонидов был осужден по совокупности улик. Это во-первых. Во-вторых, приговор выносит судья, а не я. Такой человек, как адвокат, должен был бы это знать. И в-третьих, новые убийства никак не доказывают невиновность вашего подзащитного в преступлениях, за которые он был осужден. Так что давайте заниматься каждым своим делом. Вы своим, а мы своим. То есть даже не взгляните. Ну а вы в курсе, что ваш Вишня несколько раз навещал Леонидова в тюрьме, а в последний свой приезд грозился убить? Заявление мы готовим. Да, кстати, как вы думаете, у Вишни достаточно знаний, чтобы сымитировать самоубийство Дементьева? Жаров. Иди, я догоню. Иди. Наверное, пришел мне рассказать, как ты без моего ведома к Леониду ушаст. Не знал, что должен у тебя разрешение спрашивать. Все-то знал. Еще раз сунешься к нему, будут санкции. Это он убил Дашу. Ты же говорил, что ему веришь. Он знал про ее родину и сам мне сегодня об этом сказал. Эта тварь уверена, что ему все сойдет. А зачем он тебе это сказал? Куражился. Взбесить меня хотел. Прекрасно понимал, что никаких тиктофонов я с собой пронести не смогу. Ладно, я сам с ним поговорю. Этот урод, когда надо, включает дурочка. А так он адекватен. Понятно, почему экспертиза признала его вменяемым. Он притворяется. Я выйти ему не дам. А ты больше к нему несу. Еще договор. Что с рукой? Порезался. Ань. Не по работе. Андрей Андреевич, что стряслось-то? Говори. Я справлюсь. Да хоррэ, Ань. Вчера рабочий день уже капут. Я знаю, что ты скажешь. Я же говорила. Ты правильно сделал, что позвонил. Я ему звонил, а он не отвечал. Здоров, Андрей Андреевич. Прости, опоздал. Ну что, поехали? Тренировка уже закончилась. А что, вообще зашибись? Поехали покатаемся. Давай прыгай. Ты пьяный. Ты с ума сошла. Да ни в одном глазу. Да поехали, Андрюх, поехали. Я с мамкой договорюсь. Ух ты. А это кто? Твой новый, что ли? А что такой мелкий? Угуманися. Ну хорошо. Ладно, поехали. Я не хочу. Да давай, давай, давай. Я не хочу. Да ладно, перестань. Отпусти его. А то что? Хахали своего натравишь? Ну ладно. Защитничек, да, нашелся? Руку. Не надо. Ничего я ему не сделаю. Отпусти. Ключи от машины. Ключи от машины. Ключи от машины или прямо отсюда поесть на пятнадцать суток. В заднем кармане. Руку. Садитесь в машину, поехали. Моя фамилия Жаров. Распишется. И я в отделение отдам ключи. Ну хватит уже. Иди, я догоню. Угу. До свидания. Спасибо, что помог. А что там? Послушай, Жаров. А может пригласишь меня как-нибудь? Куда-нибудь? Ну, в кафе или в театр. Я... Ну это, Ань, как его. Но я боюсь, что это может испортить рабочие отношения. Понимаешь, мы же все-таки с тобой коллеги. Да. Как-то я об этом не подумала. Ты, как всегда, прав, Жаров. Не обижаешься? Какие тут обиды, я тебя умоляю. Ну что, до завтра? До завтра. Кто? Доставка. Минуту, подождите. Мам! А ты что заказывала? Я ничего не заказывала. И ты никому не открывай. Скажите, а вы не ошиблись? Это доставка точно нам? Да, тридцать пятый дом... Я тоже ничего не заказывала. Тридцать пятый дом, Екатерина Симбирская. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь? Да. Все. До свидания. Спасибо большое, до свидания. Не. Не вздумай открывать там бомба какая-нибудь. Подожди, Катюша. Иди сюда. Осторожней. Ай. Чертно. Конструктор. Конструктор. Я как-то конструктор и не очень. Не очень? Ну-ка давай посмотрим. Давай так. Хуже. Да. Добрый день. Я тут мимо вашего дома проезжал. Вы посылку получили. Господи, так это от вас доставка. А вы сами-то почему не принесли? Постеснялся после вчерашнего. Не хотите спуститься? Я у вас под окнами. Привет. Привет. Надеюсь, Кате понравится замок? Честно? Вряд ли. Ну, она просто конструктора как-то не очень. Хотел подарить что-то приятное и знал, что... Дочки у вас явно нет. Нет. И сына тоже нет, к сожалению. Ну, видите, как интересно получается. Меня мужчина бросил как раз в тот момент, когда узнал, что ребенок у него все-таки будет. Все разные. Не поспоришь. Хотите подняться? И Катюшке поможете с конструктором разобраться. Здрасте. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Я хотела с вами поговорить по поводу Юры. Вы ведь дружили? Да. И с Юрой, и с его женой. До того, как появились вы. Оль, давайте по делу. Я тороплюсь. Да, я понимаю. Мы с ним поругались. Это моя вина. И я, безусловно, не снимаю себя никакой ответственности. Но я должна была себя держать в руках. Особенно учитывая его болезнь. Понимаете, я тоже не железная. А тут эти расследования и я... При чем тут его болезнь? У Юры посттравматическое стрессовое расстройство. Это у каждого в полиции к сорока годам. Анна, вы не понимаете? Вишня больной человек. У него провалы в памяти. Понимаете? Я очень его боюсь в эти моменты. Он как будто не он. Он, например, может выйти в магазин и совершенно не помнить, куда и зачем шел. А еще у него галлюцинации. Он постоянно разговаривает с Дашей. Он неадекватен. Ему нужна помощь. Вот. А давно это с ним? Была ремиссия. Но сейчас, когда начались вот эти вот новые убийства, он стал... В общем, ему кажется, что он следователь. Все еще и с вами ловят маньяка. А все вокруг думают, что это пройдет само собой. Его нужно лечить, понимаете? Из всех его близких только я понимаю, насколько это важно. Надо что-то делать, Анна. Он очень опасен. Для вас, для меня, для всех. Его нужно спасать. Проходим. Стоять. Сел! Нет, я не хочу, пожалуйста. Я не хочу! Я тебе ничего не сделаю. Это он вас подослал? Кто? Думаете, я не догадываюсь? Тот мужик, который решил, что это я его жену убил. А ты не убивал. А я не убивал. Я вам еще в прошлый раз сказал, что это не я. Я ее не убивал. А родинка? Какая еще родинка? То есть про родинку ты ничего не знаешь? Про родинка я ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Он меня убьет. Он меня убьет. Он сказал, что как только я выйду, он меня убьет. Это он тебе сказал? Помогите мне. Пожалуйста. Мне очень страшно. Не выпускайте меня отсюда. Пожалуйста. Разберемся уводить. Помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, помогите! Вставай! Ну пожалуйста, помогите мне! Не выпускайте меня отсюда! Помогите, пожалуйста! Можно? Я из полиции. Мне нужно буквально пару минут. Есть только пару минут? Пожалуйста. Я бы хотела знать, о чем вы говорите с вашим пациентом Юрием Вишней. Я в курсе врачебной тайны. Мне нужно не содержание ваших бесед, а лишь только ваше мнение. Мнение? О чем именно? Может ли он быть убийцей? Так, а может быть, вот сюда ее? Мам, пробовали уже? Сейчас разберемся. Давай. Потому что по инструкции надо было собирать. Вот. Бабуля наша подключилась. У меня с инструкциями всегда проблемы были. Вы куда от ее, Лен? Левее, левее. Да? Действительно. Нормально ты, бабуль. Учитесь. Юрочка, чаю хотите? Да поздно уже, наверное. Сколько сейчас? Да? Мне пора. Уже? Так дядя Юра к нам обязательно еще придет. Ну, если обещаешь без меня не достраивать. Я провожу. Мое личное мнение, что Вишня идеальный кандидат на роль убийцы. Агрессия, провалы в памяти, навязчивые идеи. Да, и вот еще был такой случай. У меня есть такой прием, когда я вожу пациента в пограничное состояние. Ну, что-то типа легкого гипноза, когда пациент полностью проявляется. Так вот, Вишня в таком состоянии описал, как он убил свою жену. Ну, конечно, может трактовать это как комплекс вины, а может быть все гораздо проще и страшнее. Но никаких безусловных оснований для такого заявления у меня нет. А может он страдает шизофренией? Шизофренией нет. Нет, это исключено. Я надеюсь, что удовлетворил вас любопытство. Да. Спасибо. Я кое-что узнала про Вишню. спасибо большое за вечер. Нам всем это очень было нужно. Маме и Кате. Так, ну-ка, быстро чистить зубы и спать. До свидания. Мне тоже было нужно. До встречи. До встречи. Уходи отсюда. Уходи. Все в порядке. Юра? Юра, это ты? Уходи. Уходи. Да. Ты чего? Чего? Я не знаю. Уходи. Катюшечка, давай шустрее, ты в школу опаздываем. Елена, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вы простите меня, можно с вами поговорить? Я не на руку ваше прикольно. Хорошо, давай, родная. Целую тебя до обеда. Беги. Скажите мне, пожалуйста, вы продолжаете общаться с Юрием Вишней? Да. А что? Могу я знать, о чем вы с ним разговариваете? Да так. Да так ни о чем. О пустяках. Пустяки – это что? Извините, он вас расспрашивает там в следовании? Нет. Мы с ним просто общаемся. Да, извините, пожалуйста. Да. Жаров, у нас труп с куклой. Спящая красавица. А что еще хуже – это Оля. Ольга Вишней? Да, я тебе скинула адрес. Что? Оля? Да, я сейчас еду. У нас труп. И снова кукла. Слушай, Жаров, а что за женский голос я слышала, когда тебе звонила? Ань, давай по делу. Хорошо. Ольга Сорокина. Время смерти – от полуночи до двух. Есть нож. Предварительно – орудие убийства. На рукоятке ножа отпечаток. Где вы нож нашли? Около тела. Правда, следов взлома нет. Видимо, она сама ему открыла. Ольга Сорокина. Или у кого-то были ключи. Дай пакет. Спящая красавица. Ага. Слушай, ну это же значит, что убийства закончились. Потому что в следующей сказке «Синяя борода». Принцесс нет. Но зато есть шесть убитых жен и покушение на седьмую. И чем там дело закончилось? Бороду зарезали братья седьмой жены. И потом все зажили. Долго и счастливо. Не пойму, что это значит. Кукловод себя считает «Синей бородой»? У нас пять тел, а не шесть. Значит… Значит, будет еще убийство или два. Ну, или он новый счет откроет, раз «Принцессы» закончились. Да кто его знает, что в голове у этого психа? Виталик, почему ты сразу к маме не уехал, когда тебя Потапова отпустил? Не успел. Отпечатки на ноже слечить с отпечатками пальцев Юрия и Вишнева. Да ладно, Жаров. Аня, у нас была убитая жена. Теперь у нас убитая любовница. И кого в таких случаях, я прошу бы первому. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Юр! Юра! Да. Ты где? А что, что-то случилось? Ну, надо встретиться, поговорить. Не по телефону. Могу подъехать. Ты где сейчас? Я… Слушай, давай на Миусской в центре. Через час. Все, договорились. Ты можешь сказать, что случилось? Ну, через час, Юр. При встрече. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скажите, вы уже в курсе? Олю убили. Алло. Я позже перезвоню. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Черт! Вишня! Перезвони сразу, как только сможешь! Есть разговор, это очень важно. Понял? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТИШЕ! ТИШЕ, Вишня! Свои! Ты что здесь делаешь? Тебя Жаров в розыск объявляет. Я в нем не сомневался. Это он тебя здесь оставил? Нет, я сама. Он не верит, что ты можешь домой вернуться. Ты тоже думаешь, что я ее убил? Ты же знаешь Жарова. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чтобы он меня в клетку посадил? Все очень серьезно. Так поэтому я и должен разобраться. Ну и куда ты? Сам еще не знаю. Ань, ты меня сто лет знаешь, я никого не убивал. Ты хоть мне веришь? Спасибо. Мне нужно переодеться. Подожди меня в коридоре. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юр, может быть, все-таки со мной я тебя не брошу, я помогу. Я сам. Все, Вишня в розыске, ордер на обыск есть. Виталик с криминалистами выехал, едем. Я видела Вишню. Где? У него дома. Я его дождалась, он все-таки вернулся. Поговорили, он ушел. И ты его отпустила? Это не он. Не может быть он, бред. Бред! А то, что на ноже с места преступления его отпечатки пальцев. Как? Через верстак. Ты меня поражаешь, Потапов, ингрю. Стоп! Погоди. Давай поговорим спокойно. Хорошо. Допустим, Вишня был хорошим следаком. Был. Ключевое слово здесь – был. Это во-первых. А во-вторых, у него ПТС. ПТС, сэр. Пост-травматический. Да без разницы, он больной. Настолько, что уронил нож на месте убийства, да еще и с отпечатками. Если Вишня – убийца, как он мог так напортачить? А вот этот вопрос ты бы лучше задала ему самому. Только вряд ли получится. У него телефон выключен. Да он домой еще успел заскатить, чтобы подготовиться к побегу. И ты ему в этом помогла. Спасибо. И где мне его теперь искать? Где? Мы его найдем. Я… Не мы, Аня. Не мы. Я его найду. Я отстраняю тебя от дела. Да, ну… Знаешь, Ань, я очень уважаю вашу дружбу. Но сейчас ты перешла границу, и я тебя предупреждал. Ты серьезно, Жаров? Пока между нами. Как вы с Вишней любите. Без протокола. И еще скажи спасибо, что я не ставлю вопрос о неполном служебном и о твоем соучастии. Ну, спасибо, Жаров. Привет! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стекло. Быстро на экспертизу. Ну что, чем порадуешь? Так, ну, пока ничего, что можно было привязать к убийствам. Ну, вот следы масла есть. Оружейного, Виталик. Оружейного масла. Ну, похоже. Продолжайте. Да. Привет, Аня. Привет. Жаров не рядом? Нет. Как он? В розыск меня объявил уже? Ты же его знаешь. Я понял. Слушай, Аня, мне опять нужна твоя помощь. Последний раз. Надо встретиться. Когда? На нашем месте через час. Хорошо. Спасибо, Аня. По груб жизни. Да. Если я приведу вишню, ты вернешь меня в группу? Стой, стрелять буду! Предупредительный уже был. Еще шаг. Я буду стрелять. Руки поднять. Поднять, я сказал, руки. Ты правда бы в меня стрелял? Руки держишь. Я не убийца Жаров, ты опять берешь не того. Разберемся. Если бегать от меня не будешь. На ручниках меня поведешь? Я тебя еще обыщу. Пистолетик-то свой наградной успел прихватить? Давидуешь? Дарю за безупречную службу. Это во-первых. Это я забил, а не заслужил. Слезь с него! Что с вами? Да так, с Вишней повидались. Я вас не разбудил? Да нет, я не спала. Вы подрались? Разговор не залазился. Лена, он очень опасен для вас. Слушайте, ну я в жизни разных людей видела. И мужчин, которые могут поднять на женщину руку, я теперь вижу сразу. Но Вишня, он не такой. Лен, сейчас нет дыры с усуливаний. Тем более, что он знает вашего ребенка. Значит так, с завтрашнего дня за вами будут неотступно следовать наши сотрудники в штатском. На работу сейчас лучше не ходить. И главное, обязательно предупредите ребенка. У меня с ним ничего не было. Ну ничего серьезного не было, вы это понимаете? Лен. То есть, вы что думаете? Он… Не имеет никакого значения, что я думаю. Важно, что я знаю. Знаю я, что вам угрожает опасность. Я должен ее предотвратить. Все. Игорь Негода. Слыш員. ЗВОНОВА ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ротоподъем. Че, поехала? Да не, в магазин зашла. Мог бы посмотреть, что орать-то. У меня полчаса еще. Эй, 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 иди давай за ней. Ты чего и там в магазине будешь? Да иди, говорю. Заодно мне пожрать купишь. И воды вам. И печеньки. Только без пальмового масла. А, ну я составчик-то посмотрю. Иди давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте, где стоите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я. Жаров слежку поставил. Он сказал, что вы его избили, а напарнице чуть-чуть руку не сломали. Да никто никому ничего не ломал. Так надо было. Вы хоть не думаете, что я убийца? Нет. Лен, мне очень нужна твоя помощь. Мне нужно день-два где-то отезжаться, подумать. Мне больше некому. Поможешь? Постараюсь. Спасибо. Я позвоню, скажу, что делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господин адвокат, скажите, на чём основывается? Господа журналисты! Условия содержания Фёдора! Господа журналисты, внимание! Ввиду повышенного общественного интереса к делу так называемого тепловода, у вас сегодня есть возможность задать пару вопросов адвокату подсудимого и родителям. Прошу. Да, господин адвокат, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете шансы Фёдора Леонидова на оправдательный приговор? Да. Ну, во-первых, у нас не букмейкерская контора, чтобы оценивать шансы. Речь идёт о жизни человека, из которого выкинули три полноценных группы. Ну, а во-вторых, мой подзащитный не виновен. И, как мне кажется, сейчас это уже факт, очевидный даже следствием. Поэтому мы, безусловно, будем добиваться оправдательного приговора и освобождения в зале суда. Спасибо за внимание. А можно вопрос родителя? Скажите, пожалуйста, ваши чувства, ваши эмоции, что вы сделаете в первую очередь? Ну, какие у нас могут быть эмоции? Наш сын третий год в тюрьме. Вот когда он вернётся, тогда будут эмоции. А пока нам остаётся только молиться. И мы надеемся, что общественности, вы, журналисты, не допустите эту ошибку. Я надеюсь, что... Простите, что мой мальчик будет в свободе. Спасибо. Безрешечка. Безрешечка. Дайте пожарите, пожалуйста. Спасибо большое. Привет, Маша. А, я только единственное не знаю, что там у мамы холодильники, но магазин круглосуточных продуктов есть внизу на первом этаже. А гипермаркет находится прямо через дорогу. Спасибо, Лена. Бельё чистое, вот на вот шкафу. Да, в принципе, я могу и на полу. Ну, как хотите. Ладно. Вот ключи. Я пойду. Подожди. Как-то дурацкая так. Просто мне идти надо. То Жаров что-нибудь заподозрит. Послушай, если ты меня сдаст Жарову, я пойму. Я сейчас на твоём месте вообще думал бы что угодно. Просто дай пару дней. Я не думала вас задавать. Мы что, снова на «вы»? Здрасте. Ты что меня боишься? Можешь хотя бы выслушать? Просто побудь со мной. Прошу. Хорошо, я тогда чайник поставлю. Жаров, освободите дорогу. Что вы можете сказать? Господин Жаров, один вопрос. Я тороплюсь. Вы дело вели тогда. Вы ошиблись. Следствие ещё не закончено. Говорите об ошибках, Рана. Но ведь кукловод на свободе. Получается, вы посадили невиновного. Сажают в суд. Вы бы хоть мать-часть подучили, что ли? А спите-то вам как? Хорошо? Плохо. Все, кто скоро на выводы, обычно плохо спят. Так что будьте осторожны. Вас это тоже может коснуться. Поехали. Лена, не надо чай. Сядь, пожалуйста. Я был в тюрьме у этого отморозка. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал про родинку моей жены. Никто этого не слышал. Подтвердить не может. Он сказал это только мне. Он понял, что его отпустят и куражатся. Но это сделал он. Теперь я точно знаю. Но из тюрьмы он убивать не может. Мой психотерапевт, я спросил его, сказал, что убивают два разных человека. Вот черкодил, мотивы разные. Я показал ему одно письмо, а в отдел пришло. Он сказал, что первый убийца получал кайф от того, что делает. Второе дело-то совсем по другой причине. По какой? Я не знаю. Есть одна деталь. Про куклы знали все. В прессе писали, везде. Но было еще кое-что. У всех своих жертв убийца срезал ногти. Никто не знает, зачем он это делал, но в прессу. В прессу эту информацию не давали. Откуда новый убийца мог знать об этом? То есть ты хочешь сказать, что это кто-то из... Об этой детали знали только те, кто имел доступ к материалам дела. Жаров, Потапов, судмит, эксперт. Судья, не так много людей. Зачем кому-то из следственной группы продолжать эти убийства? А какой вообще смысл во всех этих убийствах, кроме того, что Леонидов выйдет на свободу? Ты? Кто-то хочет меня подставить. Переводь все стрелки на меня. Значит, у тебя с кем-то конфликт. Проще сказать, с кем этого конфликта не было. Прости. Да, мама? Да, все в порядке. Я скоро буду. Да, хорошо. Прости, пожалуйста, мне правда нужно ехать. А то мама до сих пор считает меня маленькой девочкой и думает, что я до сих пор должна быть с ней рядом. Маленькая девочка? Что? Должен кое-куда съездить. Куда? Юра! Какого черта они ее потеряли? Как вообще можно было ее потерять? Зачем мы ставим наружку? Как же ты за нее переживаешь, Жаров? Прям без руки сейчас останешься. Ань, ее могут убить. Да. Мы ее нашли. Где? Она жива? Жива, здорова. Только что вернулась домой. Прекрасно. Только это не вы ее нашли. Она сама домой приехала. Чего ты? Федя так любит чернику с сахаром. Да. Доделай здесь все, переложишь сюда, хорошо? Я пойду в магазин, надо все для окрошки купить. Федя окрошку любит. Хорошо. Ладно, я сегодня ничего не ела. Взять тебе что-нибудь? Да, да, да. Возьму. Звучит музыка. Звучит музыка. СТУК МОБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ Молоток на пол. Медленно. Уберите пистолет. Руки. Руки. Ну что, ваша семья решила вытащить сына из тюрьмы? А все убийство свалит на меня, так? Что вы такое говорите? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Да? Здравствуйте, это Елена Симбирская. Лена, да? Вы только не ругайтесь, хорошо? Что случилось? Я видела Вишню. Он сам меня нашел. Попросил найти место, где может побыть в безопасности. Куда вы его отвезли? К маме. Адрес. Подождите, он ушел оттуда. Куда, я не знаю. Но до этого мы с ним говорили, и он вдруг сказал, что понял, кто убийца, и что ему надо кое-куда съездить. Теперь он не берет рук. А о чем вы говорили? Да ни о чем. Не знаю. Он пытался понять, кто и почему мог его подставить. Думал, может быть, это кто-то из следственной группы. А потом мне позвонила мама, и мне нужно было уйти. Лена, вспомните, что вы и он говорили перед тем, как уйти. Дословно, дословно вспомните. Нет, не помню. Я сказала, что сколько бы мне не было лет, мама все равно считает, что я маленькая девочка, и всегда должна быть рядом с ней. Что-то такое. Я понял. Спасибо. И еще один. Ты ж только пролетарскую еду признаешь жару. Взяла тебе пюре с котлетой. Абонент временно не господин. КОНЕК КОНЕК здрасте вишни где что вишни отошла давно лишь хватит дура мне гнать где юрий вишня но это я не знаю там мужчику ну раз пришли чайку давайте чайку правильно чью всегда хорошо бесполезно сделано на совесть уж я то знаю всю жизнь всех ушки проработал это ведь на тот случай что больной сам себе не навредил я не хочу чтобы тебя лишние травмы были нет ни к чему же не так объяснишь то она ничего не узнает тебя найдут вид что повесился рядом кукла все конец синей бороды конец убийством сын вернется домой а полиция а что полиция полиция прямо сейчас над нами лишь в подвале можешь кричать сколько угодно никто не услышит кружку маленькую или большую маленькую а где ваш муж я не знаю я выходила в магазин пришла его нет наверно тоже пошел что-то купить мы все-таки сына ждем я осмотрюсь после чая пока стоит да да конечно осмотритесь я сама вам все покажу мы же сами дом ставили муж федя они вот и сад гараж все сами все там чуток строгают что-то делают всегда рукастые оба рукастые оба ну и ногти у них как у шлюх ты ведь тоже такой же то с одной то с другой модельярша эта тварь навязывала приличным девушкам это свое все это даже одеждой не назовешь пришел к ней попросил позвонить вот и набрал тебе следующий день пришел уже с ножичком потом и подружку ее шлюшку стриптизершу тоже ну понятно но демитий это за что это не на мне сам он повесился от любви несчастный наверное нервный я таких в дурдоме много повидал но только кукольника жаль вроде ни при чем пришлось а компанина так на нем все замыкалось да и где же кукол брать ну а когда адвокат появился хочешь не хочешь а дочку ставь ну и вторую твою сознобу пришлось чтобы на тебя подумали ну не смотри ты так тебе же все равно было ты уже ногу ношу что не так а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вам доброго. Думаю, что я вас больше не побеспокою. Да, я уж очень на это надеюсь. Но я вас никогда не забуду. Вы думаете, я вас не запомнила? Не было дня, чтоб я ваше лицо не вспоминала. Но теперь Федя вернется, и все будет хорошо. Кстати, что другу вашему передать, если я его увижу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паша, нужна скорая. Слушай, ты. Георгка, Юрка! Подвали Леонидов. Паша, ты ж ждущий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты уже с ним не сделаешь? Зараз! Давай сюда. Живой. Ой, мой Коля. Коля! Коля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как он? Как он? Подождите, ну, подождите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще бы сантиметр, была бы кочка. Зачем, главное, мозг не задет? Так. Там, в подвале, улики. А где? Полный комплект. Убрали? Уж извини, я там без перчаток. Да, изгнешься, что ты обижаешь? Где дисциплина, где ты? Дайте машину. В больнице, посмотрим, точнее. О, нет, я уже сегодня належался, я пешком. Паша, поможешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накрылась моя поездка, там улик на полгода. А ты сначала съезди, а потом леком не займешься. Я так не умею. Криминалисты, идите сюда! Ну, могу, конечно, учиться. А Жаров, он же меня... Жаров-то уже чему-то учится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, осталась последняя деталь. Сама закончишь. Ладно, пожалуйста, больше таких сложных подарков не дарите. Катюша, собирайся. Куда? Галина Федоровна с Машенькой ждут нас в машине. Мы едем к ним на дачу. У них кошка родила четырех маленьких котят. Так что сегодня нас не ждите. А может быть, и через неделю вернемся. Ну, теперь мамы окончательно приснили себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я что только не делала, чтобы билеты на этот спектакль. Вытрясти. За месяц все раскупили. Ань, да я в театрах ничего не понимаю. Мне можно любой спектакль, и не модный. Мне главное, чтобы не куколь. Ты прости, я просто отвык на свидание ходить. Это точно. Надо было тебя меня раньше пригласить. Я боялся. Но это мне сложнее, чем маньяков ловить. Ань, а ты умеешь пироги петь? Умею. Я очень люблю домашние пироги. Толитни с вишней. Вишня, вишня, мне тебя не слышно. Расскажи мне, вишня, где же ты была в феврале и в марте, в мае и в апреле. Ты же знаешь, вишня, как тебя ждала. Знаешь такую песню? Не знаю. Не знаешь? А она про тебя, Юра. Я очень долго тебя ждала. Сыночек родненький, мой мальчик. Они мне не выпутят, они оставят меня здесь гнить, мам. Заткнись и сядься. Отец в больнице. Такой же бесполезный, как и ты. Корюшка, ты моя гримочная. Не такую судьбу я тебе готовила. Мам. Такую. Мам. Мам. Ты меня теперь бросишь? Я тебя никогда не брошу. Я тебя вытащу отсюда. Понял? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok